Уроки математики Давайте с вами вспомним, что мы изучали на прошлых уроках. Мы с вами составили и выучили таблицу умножения и деления на 2. А также мы учились решать примеры и задачи, применяя эту таблицу. Поэтому сегодня на уроке мы с вами продолжим составлять таблицу и научимся умножать число 3 и на число 3. Поэтому цели нашего урока сегодня составить таблицу умножения числа 3 и на 3, а также научиться выполнять вычисления на основании знания таблицы умножения числа 3 и на 3. Итак, начнем. Сейчас я предлагаю вам рассмотреть данные выражения. Скажите, что общего в этих выражениях? Верно. Все эти выражения на сложение. И при том все слагаемые одинаковые. А будет ли удобно и быстро посчитать эти примеры? Правильно. Нет. Поэтому мы можем вспомнить, что сложение одинаковых слагаемых мы можем заменить действием умножения. Давайте выполним эти преобразования. Итак, 7 плюс 7 плюс 7 плюс 7. Это значит по 7 взять 4 раза. 7 умножить на 4 получается 28. Следующий пример 6 плюс 6 плюс 6 плюс 6 и плюс 6. Это значит, что по 6 нужно взять 5 раз. Значит, 6 умножить на 5 получается 30. Следующий пример 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 и еще раз плюс 2. По 2 взяли 7 раз. Значит, 2 умножить на 7 получается 14. Скажите, пожалуйста, а как можно легче и быстрее посчитать последний пример? Правильно. Нужно вспомнить переместительное свойство умножения. Для этого нужно большее число умножить на меньшее. Умножаем. 2 умножить на 7. Это то же самое, что 7 умножить на 2. Получается 14. Итак, ребята, все эти знания, которые мы сейчас повторили, выполнив это задание, помогут нам составить с вами таблицу умножения числа 3. Итак, начнем составлять таблицу умножения числа 3. В этом нам поможет опорная схема. Итак, 3 плюс 3 будет 6. Заменим этот пример на сложение одинаковых слагаемых примером на умножение. Что это значит? Это значит по 3 взять 2 раза. 3 умножить на 2 получается 6. 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 получается 9. Это значит по 3 взять 3 раза. Значит, 3 умножить на 3 получается 9. 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 и плюс 3. По 3 взяли 4 раза и получили 12. Значит, 3 умножить на 4 получается 12. 15. Составляем дальше. 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 и плюс 3. По 3 взяли 5 раз. Значит, 3 умножить на 5 получается 15. А теперь у нас получилась таблица умножения числа 3. Зная переместительное свойство умножения, мы можем составить таблицу умножения на число 3. Давайте будем составлять. 3 умножить на 2 получается 6. Меняем множители местами. Получается 2 умножить на 3 будет 6. 3 умножить на 3 будет 9. Этот пример вы уже догадались. Мы менять не будем. Так как множители у нас одинаковые. Следующий пример. 3 умножить на 4 получается 12. 4 умножить на 3 тоже получается 12. По 3 взять 5 раз получается 15. Это то же самое, что по 5 взять 3 раза тоже получается 15. А теперь давайте продолжим дальше составлять таблицу умножения числа 3. 3 умножить на 3 умножить на 6 получается 18. 3 умножить на 6 получается 18. Что это значит? Это по 3 сложили 6 раз. 3 умножить на 7. 3 умножить на 7 будет 21. По 3 взяли 7 раз. 3 умножить на 8 получается 24. 3 умножить на 9 будет 27. 3 умножить на 9 будет 27. И последний пример в этой таблице. По 3 взять 10 раз будет 30. А теперь снова применим правило перестановки множителей и составим продолжение таблицы умножения на число 3. 3 умножить на 6 получается 18. Меняем местами множители. 6 умножить на 3 будет тоже 18. 3 умножить на 7 получается 21. 7 умножить на 3 тоже 21. 3 умножить на 8 – 24. Значит и 8 умножить на 3 тоже будет 24. По 3 взять 9 раз. Получается 27. Меняем местами множители. 9 умножить на 3 будет тоже 27. И последний пример. 3 умножить на 10 – 30. 10 умножить на 3 тоже будет 30. Молодцы, ребята! Мы с вами хорошо поработали и у нас получилось 2 таблицы умножения. Обратите внимание, первая таблица – умножение числа 3. А вторая таблица – это умножение на число 3. Посмотрите внимательно на результаты этих таблиц. Что вы заметили? Правильно! Каждый результат увеличивается на 3. А вы знаете, что таблицу можно еще читать по-другому? Давайте прочитаем ее. 3х1 – 3, 3х2 – 6, 3х3 – 9, 3х4 – 12, 3х5 – 15, 3х6 – 18, 3х7 – 21, 3х8 – 24, 3х9 – 27, 3х10 – 30. Ребята, вы эту таблицу должны обязательно выучить наизусть. Потому что знания этой таблицы вам помогут при решении различных примеров и задач. А сейчас давайте мы с вами попробуем выполнить задачу на странице 90 вашего учебника математики под номером 2. Прочитайте, пожалуйста, внимательно задачу. Учительница дала каждому ученику по 3 тетради. Сколько тетрадей получили 4 ученика? 5 ученика, 5 учеников, 10 учеников. Итак, что нам известно в задаче? Правильно, в задаче известно, что каждый ученик получил по 3 тетради. Как узнать, сколько тетрадей получили 4 ученика? Подумайте, какое действие поможет нам решить и дать правильный ответ на этот вопрос? Верно, нам нужно использовать действие умножения. Так как по 3 тетради получила 4 ученика. Значит, по 3 взять 4 раза и получается 3 умножить на 4. Сосчитали? Верно, будет 12. Итак, 12 тетрадей получили 4 ученика. Давайте прочитаем второй вопрос. Сколько тетрадей получит 5 учеников? Опять мы будем использовать действие умножения. По 3 взять 5 раз. Получается, правильно, 15 тетрадей. Ну и теперь давайте ответим на последний вопрос. Сколько тетрадей получит 10 учеников? Если мы по 3 возьмем 10 раз, то у нас получится, верно, 30. Итак, 30 тетрадей получат 10 учеников. Итак, ребята, наш урок подходит к концу. Давайте вспомним, что мы сегодня делали на уроке. Итак, мы сегодня с вами составили таблицу умножения числа 3 и на число 3. А также решали задачу на умножение. Я уверена, что все эти знания вы сможете применить при решении домашнего задания. Итак, дома вы должны будете выучить таблицу умножения наизусть, на странице 90 выполнить задачу, которая находится под чертой, а также в номере 6 решить примеры. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – имя прилагательное. Давайте с вами попробуем отгадать загадки о животных. Этот зверь живет в вору, У стволов грызет кору, Летом в шубке серенькой, А зимою в беленькой. О ком эта загадка? О зайце. Следующая загадка. Грозный, сильный и красивый, Он трясет мохнатой гривой, А как рычит, совсем не зря, У зверей он за царя. Лев. Хвост пушистый, мех золотистый, В лесу живет, в деревне кур крадет. Леса. Следующая загадка. Сердиты, недотрога, Живет глуши лесной, Иголок очень много, А нитки ни одной. Ёж. Какие слова получились? Заяц, лев, лиса, ёж. В какой части речи относятся эти слова? На какие вопросы отвечают эти слова? Кто? Заяц, лев, лиса, ёж. Что обозначают? Живые предметы, одушевленные. Как называется часть речи, Которые обозначают предмет И отвечают на вопросы Кто? Что? Имя существительное. А как назвать одним словом этих животных? Дикие. А как мы относимся к диким животным? Животных нужно беречь, Потому что они приносят пользу. Какую пользу приносят? Они санитары леса, А также красота и богатство нашей природы. Теперь рассмотрим с вами каждое животное. Заяц какой? Трусливый, Серый, Белый, Маленький, Ловкий. Лев какой? Сильный, Большой, Гордый, Красивый. Лиса какая? Хитрая, Быстрая, Рыжая, Ловкая, Пушистая. Ёж какой? Колючий, Маленький, Круглый. Что обозначают слова Серый, Белый, Рыжая? Обозначают цвет. Быстрый, Сильный, Колючий, Хитрая, Ловкий. Обозначают качество. Маленькая, Большой. Размер, Круглый. Форма. Что обозначают все эти слова? Признаки предмета. На какие вопросы отвечают трусливый, серый, белый, ловкий, хитрая, быстрая, рыжая, ловкая и пушистая? Какая? Какой? В какой части речи относятся слова, обозначающие признаки предмета и отвечающие на вопросы «какой», «какая», «какое» и «какие». Найдем с вами правила из учебника на странице 86. Слова, которые обозначают признаки предметов и отвечают на вопросы «какой», «какая», «какое», «какие» называются именами прилагательными. Например, слова «легкий», «весенний», «добрый» – это имена прилагательные. Поработаем с упражнением 148 на странице учебника 86. Прочитайте сначала вопрос, затем слова, отвечающие на этот вопрос. Признаки каких предметов могут обозначать эти слова? Какой? Легкий, белый, пушистый. Что может быть? Снег. Какая? Спелая, сладкая, душистая. Что? Малина. Какое? Весеннее, яркое, лучистое, теплое. Что? Солнце. Какие? Добрые. Вежливые. Вежливые. Правдивые. Что? Слова. Так к какой же части речи относятся слова, которые отвечают на вопросы «какой», «какая», «какое», «какие» к именам прилагательные? Послушайте стихотворение. У существительных подчас не жизнь, а просто скука. Ни цвета нет у них без нас, ни запаха, ни звука. Но если нас к ним приложить, им веселее станет жить. Вот громкий стук, вот желтый шар, вот сокрушительный удар, вот звонкий колокольчик, а вот и острый кончик. О каких словах рассказывает поэт? Об именах прилагательных. А какие имена прилагательные встретились в этом стихотворении? Громкий, желтый, сокрушительный, звонкий и острый. А на какие вопросы отвечают эти слова? На вопрос «какой». Следующее задание упражнение 149 на странице 86. Прочитаем высказывание Алексея Николаевича Толстого. Русский народ создал русский язык. Яркий, как радуга после весеннего ливня. Меткий, как стрелы. Певучий и богатый. Задушевный, как песня на колыбелью. Какой по мнению автора русский язык? Прочитайте эти слова. Яркий, меткий, певучий, богатый, задушевный. С чем сравнивает автор слово «яркость»? С радугой после весеннего ливня. Меткость, со стрелой. Певучесть, задушевность, с колыбельной песней. С колыбельной песней. Выполним следующее задание. Предлагаю вам потренироваться составить словосочетания из предложенных слов, отвечая на вопросы, используя слова для справок. Краска какая? Заяц какой? Кресло какое? Улицы какие? Слова для справок. Широкие, робкий, белая, деревянные. Проверяем. Белая краска, робкий заяц, деревянное кресло, широкие улицы. Давайте с вами вспомним, какую тему мы с вами изучали. Имя прилагательное. Что такое имя прилагательное? Слова, которые обозначают признаки предметов и отвечают на вопрос какой, какая, какое, какие, а называются именами прилагательными. Предлагаю дома выполнить упражнение 150 на странице 87. Прочитайте, отгадайте загадку, докажите, что выделенные слова – это имена прилагательные. С какими именами существительных они связаны по смыслу? Поставьте вопрос от имени существительных к именам прилагательных. Спишите загадку. Спасибо за работу. До свидания. Здравствуйте, дорогие второклассники. Давайте вспомним, с каким произведением мы с вами познакомились на предыдущем уроке. И кто автор этих произведений? Да, действительно, это Эдуард Успенский и его произведение «Чебурашка». Это сказка из серии «Крокодил Гена и его друзья». Эдуард Успенский создал не только произведения о Чебурашке. Он автор замечательных стихов. С некоторыми из них мы сегодня познакомимся. С вами будем учиться понимать юмор произведений, анализировать поступки героев. Прочитайте название стихотворения и посмотрите на иллюстрацию. Что вы можете предположить, о чем пойдет речь в этом произведении? Послушайте, пожалуйста, и проверьте, верны ли ваши предположения. Эдуард Успенский. «Если был бы я девчонкой». «Если был бы я девчонкой, я бы времени терял. Я б на улице не прыгал, я б рубашки постирал. Я бы вымыл в кухне пол, я бы в комнате подмел. Перемыл бы чашки, ложки, сам начистил бы картошки. Все свои игрушки сам я б расставил по местам. Отчего же я не девчонка? Я бы маме так помог. Мама сразу бы сказала «Молочина ты, сынок». Верны ли ваши предположения? О чем это стихотворение? Верно. Это стихотворение о мальчишке, который думал о своих действиях, если бы он был девочкой. А что он хотел сделать? Вот если бы он был девочкой, он бы подмел пол, помыл посуду, расставил бы игрушки по местам, развесил бы белье. Почему мальчик расстроился? Он расстроился от того, что он не девочка. Как вы думаете, только девочки могут помогать мамам? Нет. Что вы должны делать всегда, независимо от того, мальчик ты или девочка? Всегда мы должны помогать папам и мамам, бабушкам и дедушкам. А что же можно посоветовать герою этого произведения? Всегда и во всем помогать взрослым, независимо от того, кто ты, мальчик или девочка. Можно ли назвать это стихотворение шуточным? Конечно, можно. Мы видим отговорки детей, когда они не хотят выполнять что-либо по дому. Прочитайте название другого стихотворения и рассмотрите иллюстрацию. По названию иллюстрации предположите, о чем же пойдет речь. Послушайте, пожалуйста, и проверьте, верны ли ваши предположения. Над нашей квартирой, над нашей квартирой собака живет. Лает собака и спать не дает, спать не дает нам. А над собакою кошка живет, мяукает кошка и спать не дает, спать не дает собаке. Но над кошкой и мышка живет, мышка вздыхает и спать не дает, спать не дает кошке. Ночью по крыше дождик стучит, вот потому-то и мышка не спит, мышка не спит всю ночь. В небе печальные тучи бегут, тучи рыдают и слезы текут, слезы текут дождем. А тучей обидел маленький гром, который по тучам стучал кулаком, стучал кулаком, ба-бах! Верны ли ваши предположения? Какие слова повторяются в тексте и почему? В тексте повторяются слова и спать не дает. Тем самым автор хочет показать, что шумно и все друг другу мешают и спать не дают. Кто мешает спать герою стихотворения? Герой стихотворения мешает спать собака, которая лает. А кто же мешает спать собаке? Собаке мешает спать кошка. Кто мешает спать кошке? Мышка вздыхает и спать не дает. Мышке дождик стучит по крыше. А дождику? Тучи, что рыдают, а тучам? А тучам мешает маленький гром, который по тучам стучит кулаком. Какое это стихотворение? Грустное или веселое? Это стихотворение грустное и нравоучительное. Что до нас хотел донести автор? Автор хотел показать, что если тебе не спится, то не надо будить всех, кто тебя окружает. Найдите в стихотворении словосочетание, которое автор использует в переносном смысле. Дождик стучит. Печальные тучи бегут, рыдают. Гром стучал кулаком. У нас есть еще одно произведение, которое называется «Память». Послушайте его, пожалуйста. Память. Я не зря себя хвалю, всем и всюду говорю, что любое предложение прямо сразу повторю. «Ехал Ваня на коне, вел собачку на ремне, а старушка в это время мыла кактус на окне. Ехал Ваня на коне, вел собачку на ремне, ну а кактус в это время мыл старушку на окне. Ехал кактус на коне, вел старушку на ремне, а собачка в это время мыла Ваню на окне. «Знаю я, что говорю. Говорю, что повторю. Вот и вышло без ошибок. А чего хвалиться зрю?» Чем хвастался мальчик? Мальчик хвастался своей замечательной памятью. Любое предложение он мог бы повторить без ошибок. А почему то, что повторяет мальчишка, вызывает улыбку? Да все дело в том, что, рассказывая четверостише, мальчик путает слова местами. Как автор относится к герою произведения? Автор подшучивает над хвастовством мальчика. Слова стихотворения, которые он рассказывает, вызывают у него улыбку. Давайте подведем итог. С произведениями какого автора мы сегодня познакомились? С произведениями Эдуарда Успенского. Какие это произведения? Лирические или юмористические? Это юмористические произведения. Домашнее задание. Дома прочитайте эти стихотворения маме так, чтобы ей было интересно вас слушать. В учебнике «Литературное чтение» на странице 144-149. До свидания. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова